всем большой привет и добро пожаловать в новый вязальный влог и сегодня я собираюсь начинать вязать из вот этой пряжи это у меня замечательный кардный кашемир от фирмы джей джей филате артикул ревьев здесь у нас параметры 638 насколько я помню метров 100 граммах поэтому я буду вязать в две ниточки и уже связала образцы сейчас вам покажу уже постирала и высушила сейчас вам все покажу ну и это будет замечательный нежнейший тепленький свитер осенне-зимний на вот такой вот на холодный на холодный сезон я уже представляю как он закрывает меня как он нежными своими объятиями окутывают меня и мне хочется поскорее его связать вязать буду в две ниточки на спицах номер три резиночки будут у меня на спицах меньшего размера потому что кашемир насколько вы знаете если вы знаете он резинку не держит практически но у него очень много других классных свойств это пряжа которая самое лучшее что может быть для вязальщицы вообще для человека до кашмировая свитера самые дорогие особенно если они связаны вручную поэтому это очень ответственный такой момент продумать и связать вещь такую чтобы она не подвела чтобы она была прекрасной чтобы носилась с удовольствием эта вещь которую можно передавать буквально по наследству если не не заносишь сильно кардный кашемир кстати больше закатывается гребиной не закатывается но у гребенова нет этого прекрасного пушка который есть вот этого кардного кашемира еще раз я оставлю ссылочку на сайт где заказывала да это итальянская бобильная пряжа и также оставлю промокод со скидкой 10 процентов давайте посмотрим на мои образцы и так показываю вам образцы это в две ниточки это в одну ниточку что хочу сказать мне нравится этот и другой вариант конечно же в одну ниточку он гораздо тоньше прозрачнее но тоже достаточно неплохо если шарфик допустим вязать но все-таки для свитера я буду вязать в две нити рекомендовано где-то 4 миллиметра спицы но я буду на тройке наверное на трех с половиной вязать потому что я вижу достаточно расслаблено вот здесь вот я связала на тройке посмотрите да какое полотно она тоже прозрачное все равно конечно со временем будет пушочек все больше выбиваться но я достаточно хорошо постирала видите какая какая структура мягчайшая нежнейшая ниточка просто обожаю да не держит резинку совсем не держит просто видимость но узор и красиво вот эти да ну то есть даже резинка очень красиво выглядит так что вот именно этот образец я беру за основу и буду вязать ну и конечно же в две ниточки свяжется и быстрее и ну и приятнее внешне мне говорили что написали будет шуба ну какая шуба ну нет конечно никакая шли шуба в две ниточки получается метраж где-то триста тринадцать триста пятнадцать метров в 100 граммах конечно же это не шуба вот а вот это тоненькая такая ткань конечно для свитера совсем никак максимум это будет шарф вот в одну ниточку да то есть вязать я буду в две нити так образец связан то есть можно уже начинать вязать до стирки конечно друг полотно было другим более таким сухим и без пушка а после стирки так вот хорошо раскрывается пряжа всем большой привет сегодня у меня такая распаковка посылки с вайлберис наконец-то я решила заказать блокаторы для носочков вот такие вот красивые они посмотрите очень и ну и просто дерево да без всяких дырочек блокаторы для носочков для женских носков 37 38 размером наконец-то у меня появились я очень долго не понимала для чего они мне ну думаю как визуальному блогеру конечно же они мне нужны были уже давно вообще они нужны для того чтобы полу такие сухие носочки надевать на вот эти блокаторы и они принимают его форму носочки более такие презентабельные их не стыдно подарить то есть такой вот красивый вид даже для фото вот надеть носочек на блокаторы и уже красота а это главный гвоздь программы пряжи из которой я буду вязать худи с капюшоном которым мы с вами говорим уже несколько видео подряд я искала пряжу в разных магазинах и бобинную и на стоках и обычную моточную кид мохир мохир на шелке в общем все что угодно сейчас у меня финансовые такие ограничения так скажем на пряжа поэтому слишком дорогой пряжи я не рассматривала тем более что я вообще мохир из мохира не вижу я не понимаю еще до конца буду я носить эту вещь насколько часто как мы с ней сойдемся как мы с ней с дружимся не знаю поэтому решила попробовать более бюджетную не скажу что прямо это все тоже очень дешево на вайлберис вот немножко подешевле да это мне обошлось пять смотков в 1000 рублей вообще все зависит конечно от магазина это пряжа alize натурали они я узнала из видео светланы вдохновение в петлях которую постоянно смотрю мне очень нравится и видео и я не понимаю почему не так мало подписчиков она такая крутая у нее такие вещи и такие идеи и вообще на сама большая молодец и на со своей дочкой они снимают видео дочка красота красотка тоже модель и она вяжет и для себя и для дочери для мамы и вот светлана всегда говорит что вот эта пряжа ей очень нравится alize натурали я решила попробовать зашла на вайлберис там я тоже периодически заказываю пряжу вот в последний раз это был была пряжа была закупка на мой кардиган из хлопка травки тоже на вайлберис сейчас я заказала вот alize натурали посмотрите цвет просто вот тот который я искала просто идеальный а также что мне еще было важно так это метраж здесь у нас на 100 грамм 230 метров вот такой цвет 244 какой-то зелено-болотный такой хаки ну такое очень красивый такой приятный оттенок похож на тот свитер который я обожаю цвет похож который я все никак не выброшу мой любимый свитера зеленого цвета который я покупала еще в якутске мне очень нравится цвет он мне идет хоть и брюнетка я была хоть сейчас блондинка и мне кажется он подходит вот к таким к темным выразительным глазам да вообще наверное всем он подходит такой универсальный цвет и пряжа светлана говорит что она не колючая так что я буду пробовать вязать в любом случае это будет зимняя такая вещь до мохер все-таки хоть здесь и хлопок и мохеры пряжа кстати к слову совершенно натурального состава это у нас 60 процентов шерсти и 40 хлопка такой состав и вот такой вот ворс так что зимняя вещь будет будет носиться на маечку на футболочку на что-то такое так что я надеюсь что мы с ней подружимся опять-таки повторюсь и я вот в раздумьях начать мне вот эту вещь и делать по ней мастер-класс либо связать кашемировый свитер и носить уже побыстрее не знаю может быть и то и другое хотя обычно если я вижу одну крупную вещь что я могу еще какие-нибудь парочку аксессуаров добавить да ну одновременно вязать вот когда вяжешь две крупные вещи ну тут уже посложнее хочется уделить внимание одной какой-то ну может быть знаете как я буду делать вязать днем зеленый худи и снимать мастер-класс а по вечера когда ничего не нужно будет снимать я буду вязать свой кашемировый свитер может быть так да так что поздравьте меня я нашла эту пряжу поищите тоже на валберис ну либо в своих магазинах либо где угодно вот ализе натуралия по моему для меня вот сейчас по крайней мере это идеальный был выход из ситуации идеальный вариант надеюсь что я не разочаруюсь спасибо еще раз свете за вдохновение чуть не забыла вам показать носочки которые связала вместо тех которые показывала в прошлом видео потому что они вяжутся быстрее мне нужно было быстрее довязать на подарок так это мужские носочки вот такие вот рисунок использовала тот же посмотрите насколько он крупнее и да у меня получилось здесь на голенище только рисунок а здесь уже лицевая гладь это пряжа из строицка очень теплая чистая шерсть приятная тоже такой же с такой же пяточкой как вот и на этих носочках резиночка тоже с фабричным таким набором мне кажется что достаточно такие удачные получились носочки и самое главное теплые нарекаю их лечебными носками вообще у меня все носки ввязаные шерстяные все лечебные так что заряжала их тоже на здоровье и те и другие носочки вот это все идет идут они в подарок такие женские и мужские мне кажется отличная отличные две пары получились сейчас какой-нибудь подарочный пакетик приготовлю и вот отправятся они греть очень хороших людей и в продолжении влога хочу с вами немножко еще поболтать и как вы видите я ношу свой кардиган обожаемый из drops air дома потому что он очень очень приятный и теплый и сейчас пока еще не дали отопления но у нас уже прохладно и дома ну и на улице конечно же дождики и ветра и так далее в общем очень уютный приятный тепленький кардиган из drops air всего лишь у меня ушло пять моточков по моему четыре моточка даже но я вязала на спицах номер четыре это у меня это у меня спущенное плечо реглан погон оставлю ссылочку если кому-то интересно связать такой же кардиганчик еще сегодня хочу сказать что конечно же не все из вас смотрит мой второй канал о жизни мой влоговый канал и поэтому не знают что недавно на моем канале вышло видео о токсичных отношениях о выходе из токсичных отношениях кто не знает я в разводе и уже давно три с половиной года прошло к счастью вот но недавно на просторах интернета я подписан на одну девочку на блогера из анапы кстати тоже вязальщицу она вяжет потрясающие вещи из дорогущей пряжи оставлю ссылку на ее канал может кому-то тоже будет интересно конечно же будет интересно да у нее такой канал там и влог и влоги о жизни и вязание все вместе но вещи классные конечно же то не вяжет так вот мы с ней выяснили что друг друга смотрим и создали видео вот на моем влоговом канале такое вот видео ответы на пять вопросов о токсичных отношениях которых каждая из нас была и если кому то интересно я тоже оставлю ссылку на то видео она конечно же достаточно откровенная и личная поэтому те кто здесь только за вязанием и кому не интересно не личная жизнь не токсичные отношения не какая-то вот психологии не какие-то размышления оставайтесь здесь давайте будем дружить здесь но кому эта тема близка кто задумывается о том что что-то в жизни идет не так во взаимоотношениях да с партнером возможно вы для себя что-то почерпнете интересное нужно поэтому считаю что я просто не имею права не сказать о том что такое видео у меня вышло и что такое было в моей жизни у всех у нас разный опыт кто-то живет окружаясь себя изначально добрыми позитивными прекрасными людьми уважающими у кого-то случаются ошибки ну на то она и жизнь такая интересная разнообразная и и только наверное с опытом с возрастом потом понимаешь как нужно было поступить но это опыт опять таки так что идем вперед к своим мечтам и сейчас у меня все замечательно если вы не переходите на канал и не знаете что то в моей жизни происходит у меня все очень очень хорошо несмотря вот на такие мелочи как простуда например которая сейчас у меня уже практически прошла так что жду вас и на том канале и под конец влога хочу рассказать вам что я вижу сейчас показать да и рассказать о том что в этом влоге вы к сожалению не увидите уже образцы связаны из этой пряжи но я обязательно покажу вам в следующем влоге какой будет узор и как выглядит образец и начну делать расчеты и буду вязать уже наверняка снимая какой-то наверняка снимая мастер-класс вот так что кто не подписан подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик чтобы не пропускать видео вот этот моточек я убираю и на спицах у меня это капор вот такой вот резиночкой я кстати сколько смотрела мастер-классов по моему не ни разу не видела чтобы сначала было резинкой дальше мне будет лицевая гладь и кетлевка потом тоже будет резинкой один на один вот так вот выглядит полотно непостиранное мне очень нравится вяжется из двух нитей пряжи ломана кому и спицы здесь у меня номер три нет даже не три и два с половиной по моему я вижу сейчас точно скажу вам да так до 275 это у меня спицы ади и на красной леске которые сколько здесь 60 сантиметров или 40 сантиметров 40 наверное вот на таких спицах я вижу чтобы не продуваемая было плава полотно она еще постирается распушиться дальше быть лицевая гладь снимают тоже мастер-класс достаточно подробные может быть кому-то пригодится и вы свяжете на оси на зиму себе такой капор ну и начала вязать я горловину кашемирового свитера вот так вот она сейчас выглядит сколько я помню 100 петель я набрала в итоге по расчетам вот вижу в две ниточки перемотала в клубочек и вот так вот вижу пока конечно же пряжа не открывается но вы видели образцы да давайте сравним как выглядит полотно до стирки и после стирки совершенно другой вид согласитесь здесь образец связан на тройке а я вижу давайте опять-таки посмотрим два с половиной нет 225 225 на резиночке мне будет связано именно таким размером спиц полотно я буду вязать уже на тройке вот именно вот так вот будет здесь вот на теле ну либо 285 посмотрим я достаточно расслабленно вижу поэтому беру обычный размер спиц чуть-чуть поменьше чем рекомендованное чем обычно это принято вот смотрите какая красота так как раскрывается после стирки пряжа на этом я свой влог заканчиваю большое спасибо всем за внимание и до скорых встреч всем пока